Готовятся к первому сентября в Старооскольской школе искусств номер два. На учебный лад детей настраивают с помощью песен и народных игр. София Бесхмельницына – звезда фольклорного отделения. Ее задор, звонкий голос и любовь ко всему народному уже пять лет покоряют зрителей. Настоящая русская красавица в свои десять лет уже точно знает, кем будет – электриком, как папа и дедушка. Но уверена, петь никогда не бросит. Мы когда с бабушкой пели, она говорит, Соня, у тебя народные голосы, тебе срочно надо на фольклорное отделение. Она меня отдала, мне очень понравилось. Русский народный голос, он как бы звучит не так, как рэп, не так, как вообще песни Егора Крида, Тима Белорусских. А вот, ну, необычный, он громкий, он звонкий, он, ну, вообще вот, он классный. На веселую музыку и заливистый детский смех собрались ребята со всей округи. Некоторые из них никогда не участвовали в подобных развлечениях. А кто-то и народную музыку нашего края услышал впервые. Она у нас особенная. Из-за тесного соседства с Курской и Воронежской областью, каждая песня, как книга со своей историей. Они очень яркие, подвижные. Если мы берем лирику, то она очень глубокая, красивая, переливается. Детям очень нравится, тем, кто постарше, уже лирические песни, там, про любовь петь. Они вообще, это уже, конечно, соответственно, возрасту все песни подобраны. Игровые песни тоже, сами видите, они все веселые, подвижные. Даже дети, которые только-только пришли просто посмотреть, они очень быстро вовлекаются в это, потому что мелодия живая, все запоминается. Зарядившись эмоциями от новых знакомств, веселых песен и встречи с друзьями, ученики школы искусств теперь с нетерпением ждут начала нового учебного года. Ура!